Ну ладно, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня по-прежнему зовут Никита Образцов. Сегодняшняя тема — это вера и знань. На самом деле я давно хотел как-то на эту тему высказаться, но вот сегодня в лесу это сделать будет... Всё-таки не belief, а faith. Окей, хорошо. Это вот если он имеет в виду вот это слово конкретное, не belief, например, а вот faith, то окей, так лучше, прояснено. Есть несколько позиций относительно того, как они соотносятся. Позиция первая — они прекрасно совместимы. Ой, блядь, а он сейчас средневековую философию будет нам рассказывать? Ну, вообще это со времён средневековой философии все эти темы идут. О совместимости, несовместимости, веры. И, знаете, да даже не средневековой, даже ещё до средневековой христиане, в общем-то, ввели разграничения на веру и знания и, соответственно, потом пытались определить. Отцы церкви первые, потом уже в средневековой философии ребята пытались определить, а чё там, как соотносятся. Позиция вторая — они несовместимы. Позиция третья — вы не так понимаете эти термины. Это универсальная позиция, особенно когда человек хочет уйти от предметного обсуждения, он может прикопаться именно к терминологии. Часто это такой тоже приём, достаточно... В смысле приём? То есть ты не можешь, ты принципиально не можешь... Он принципиально, типа, не может не понимать эти термины, получается. Не знаю, некрасивый, с моей точки зрения, попытка прикопаться к терминам. Но если уж вы не хотите дискутировать с человеком, ну, можно и так поступить тоже. Итак, давайте разберёмся. Как же Образцов заебался своими приёмами? Всё, что ему не нравится, все методы, которыми он не пользуется, все методы, термины, которыми он не пользуется, да, неожиданно методы в споре, все оказываются нелегальными у Образцова. Это очень странно. Притом, когда он сам аргументирует через какие-то ебанутые примеры. Ну, как бы... Человек буквально допускает логическую ошибку, апеллируя каким-то частным примером и считая это доказательством. А потом он говорит о каких-то логических ошибках, лол, и приёмах. Вера — это признание чего-либо без доказательств. Ну, вначале же было слово «фейс». То есть это не признание чего-либо без доказательств. Признание чего-либо без доказательств, это скорее «белив». По Петру Богосяну. Или... Бля, ладно, он хуйню будет сейчас нести, понял. Это симуляция знания при его отсутствии. Или... Ну, короче, понял. Он сейчас будет вещать повесточку этих шизанутых сайентистов. Ну, кто бы ожидал, что что-то другое будет от Никиты Образцова? Ну, вот. Кто бы ожидал, что он... Ну, окей, понятно. Проблема, во-первых, заключается в том, что вообще исторически, за всю историю философии и вообще тут религии, соотношение веры и знания, да, оно было немножко другим вообще. Фейс, слово вот этого, да, вера, христианская вера имеется в виду. Оно не определяется как признание чего-либо без доказательств. Ну, это во-первых, да. Скорее, это определенного рода надежда на то, что что-то есть. И оно, да, оно определенно без доказательств так воспринимается. Но это как бы и не знание. Знание — это то, что уже имеет доказательства. Правда, доказательства чаще всего, опять же, не являются абсолютными. Более того, а кто доказал доказательства? Давайте так дальше проследуем. Кто доказал те системы, с помощью которых мы что-то доказываем? Да никто. Следовательно, эти системы доказательств на чем строятся? Ну, это белиф, собственно, убеждение определенное. Да. И оно строится на недоказанном. Когда человек притворяется, что он знает чего-то, хотя на самом деле он этого... Тут вообще проблема заключается в том, что, скорее всего, соотношение этих двух терминов является абсолютно кринжовым, странным и идиотским. Потому что на самом деле, ну, что христиане под этим понимали, когда это разделение делали? То есть есть философы, которые какое-то знание делали. А почему знание? Потому что там рассуждения какие-то имеются. Вот. Есть вера, которая как бы является такими суровыми, такими вот маловероятными, но при этом надеждами на что-то прекрасное, хорошее, лучшее, замечательное. Типа там то, что есть Иисус Христос, мы все там потом воскреснем, там этого Иисуса, этого на самом деле, он там отец, сын, святой дух, они там троятся, они там ипостасируются друг с другом до бесконечности. Это все одно и то же, там и так далее, и так далее, и так далее. То есть набор таких положений, которые не то чтобы доказать нельзя, их даже представить себе сложно, нередко бывает. Проблема основная заключается здесь в том, что и под знанием-то понимается что-то, зачем стоит некоторая аргументация получается. Но проблема заключается в том, что мы, наверное, с под словом знания сейчас в современном мире понимаем то, что является истинным. Истинным, истинным является, понимаете, истинным является. То есть на самом деле оно так и есть, только проблема заключается в том, что ни одна система доказательств нам не дает подобной истины вообще в принципе. Ну вот не дает, ну не дает, ну не дает. Ну вот мы не можем быть убеждены в том, что, например, с помощью логики можно получить истину. Ну не можем быть в этом убеждены. Логика работает с абстрактными позициями, и там может быть исключительно логическая истина. Но логическая истина и настоящее как-то не особо связаны. И в рамках логической истины мы можем сформировать такие утверждения, которые являются просто ложными объективно. Ну там я не знаю. Никита Образцов гей. Первое утверждение. Оно ложное, очевидно, но не важно. Никита Образцов гей. Все геи носят темные очки. Никита Образцов носит темные очки. Вы поняли. Логическое истинное утверждение. И даже в целом совпало с эмпирическим опытом. То есть мы еще это сейчас и фальсифицируем. Так вот Никита Образцов гей. Да, вроде бы гей, допустим. Мы взяли это как предпосылку. Носит темные очки. Да, он носит темные очки. Ничего себе. Вот это да. Только на самом деле у нас вторая посылка здесь является... Самая вторая, которая общая посылка, она является принципиально ложной. Не знаю. Это определение мне очень нравится. Ну, очень нравится, конечно. Очень классное. Да, пиздец. И оно мне кажется вполне понятным. Да, понятно. С одной стороны наука, с другой стороны вот все эти тупые шизы. Да, окей, очевидно. Почему мы такое определение выбрали? Непонятно. Да, потому что оно повесточное определение. То есть оно в сиентической повесточке изложено. Понимаете, в чем дело? Поэтому оно и нравится Образцово. Коротким и аргументированным. Но... А кем аргументировал? Стоп, ты аргументировал его только что? Как можно аргументировать определение? Оно является коротким и аргументированным. А где аргументы в таком случае? Ну, у меня есть аргументы к другим определениям, которые, например, более древние, старые, поддерживаются большим количеством людей, может быть, допустим, в философии и так далее, так далее, так далее. Ну, философия просто, когда речь касается знания и веры, является, наверное, специальной такой областью, специализированной на этом областью, да? И, наверное, мы здесь к философии будем скорее обращаться, чем к рандомным идеологам сиентизма. Очень часто приходится слышать и другие версии. Какой ужас. Менее обоснованные, я понимаю, менее аргументированные, правильно? Менее аргументированные определения, лол. Сейчас я несколько из них зачитаю. Про такие определения, которые не вполне понятны, не вполне аргументированные. А, не вполне понятны, не вполне аргументированные. А где аргументы к тем определениям? Которые пытаются обосновывать что-либо... А как можно аргументировать определения? Можно мне, пожалуйста, пояснить? Тем более аргументирование определения абстрактной категории по типу знаний, по типу веры. Я просто замечу, что то определение, которое он привел, что вера — это наличие некоторого убеждения при отсутствии каких-либо доказательств. Во-первых, его нельзя доказать, потому что мы просто говорим «это вот так вот», понимаете, там, я не знаю, вот оно вот так вот есть, мы просто вот так вот говорим. Определения, они, в принципе, ну, как, аргументируются, не аргументируются. Мы можем сказать, почему это определение может быть немного лучше, чем вот то определение. Ну, почему лучше его употреблять? Ну, вряд ли можно назвать серьезной аргументацией какой-то. Ох, ладно. Через сам термин, то есть определять веру через веру, что, в принципе, нельзя делать. Так вот, говоря о таких определениях веры... Почему нельзя? Иногда можно. Татьяна использует очень интересный термин. Ну, понятное дело, что если мы в определении веры как одного единственного термина возьмем и, соответственно, еще слово «вера» раз напишем, это, конечно, нам ничего не даст, мы просто не поймем, что будет. Просто есть другой нюансик. Ну, мы иногда можем взять словосочетание и, например, не знаю, «правила дорожного движения». Что такое? Это «правила движения по дорогам». Заметьте, я использовал все те же слова, что, собственно, вот в «правилах дорожного движения» или просто «ПДД». Да, вот «ПДД», а что такое «ПДД»? Это «правила движения на дорогах», например. Я использовал абсолютно те же слова. И все понятно. И вышло определение. Определение хорошее, оно помогает нам. То есть есть исключения в данном случае. Ну, да ладно. Это обычно к словосочетаниям разным относится. «Глупости», ну, это такой перевод. А в оригинале «дипитис». Это слово «дэнета». Ну, как я понимаю, это что-то среднее между «дип» от «глубина» и «ступидити» от «глупость». То есть как бы псевдоглубина на самом деле глупость. Это утверждение, которое... То есть отсылка к авторитету только что произошла. Кажется глубоким, но на поверку таковым не оказывается. Понятно. Охуенно. То есть единственным... То есть вместо того, чтобы доказать свое определение, как я вижу, Никита верит в то, что его определения являются аргументированными, что бы это ни значило в данном случае. Почему они аргументированы, по мнению Никиты? Мне кажется, потому что это реально просто определение из его вот этой вот сектантской вот этой стратки сиентистов. Они там вот это определение повторяют, как крыски такие. Вот эти религиозные дурачки там сидят, верят, блядь, без доказательства. А у нас доказательства. Мы доказываем, доказываем, блядь. У нас все доказано вообще. Мы такие доказуны, блядь. И так далее, так далее, так далее. Вот что такое глупость. И, по мнению автора, большая часть определений веры — это глупости. Сейчас я хотел бы привести парочку таких определений. Я впервые вижу Эдхоминем в адрес определений, честно говоря. Ладно, шучу, это не Эдхоминем, но вы поняли. Он решил просто заовнить определение, заметьте. Заметьте, он просто решил заовнить определение, ребят. Просто заовнить определение решил. Мое почтение. Браво. Это определение говно, потому что Дэнет придумал слово дипитис, блядь. Дикпикитис, короче, придумал. Вот и все. Вот так вот взяли и победили, получается. Один из христианских теологов, лекцию которого я прослушал именно на эту тему, ссылается на историка и философа Скотта Макдональда. Вот что пишет Макдональд. Вера — сложное состояние, основными составляющими которого являются когнитивное состояние, а именно вера. Ну, я бы на самом деле здесь согласился с тем, что под верой, то есть под фейт вот этой вот самой, понимается, как раз сложное когнитивное состояние. Это да. Только он не прояснил, а что конкретно за когнитивное состояние, в чем оно заключается. В этом проблема данного определения, я соглашусь с Никитой здесь, да. То есть непонятно, а почему вера — это вера, да, в итоге получается. Но то, что вера — это сложное когнитивное состояние, это да. Это не просто утверждение чего-то там при отсутствии доказательств. Это именно вот эта вот сиентическая хуйня, которая произносится. Под верой христиане, если мы берем христиан, понимают именно сложное когнитивное состояние. И что это за когнитивное состояние, сейчас хороший вопрос. Я, скорее всего, это когнитивное сложное состояние, опять же, сравниваю с такой вещью, как надежда. То есть такая большая, религиозная, метафизическая надежда на то, что что-то устроено тем или иным образом. Искренняя, чистая надежда на то, что вот Иисус Христос, второе пришествие, там придет, рассудит, надо каяться, там быть таким-то, 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 иметь какие-то позитивные качества. Я на все это надеюсь. Доказательств у меня, конечно, нет. Это тоже входит в данное состояние, да, отсутствие некоторых доказательств. Хотя, 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 хотя. Мы можем пытаться это доказать, нам никто не запрещает это доказывать. На самом деле, христианские философы долгое время пытались это доказывать и до сих пор пытаются. То есть это как бы не противоречит напрямую возможности это доказать. Но вообще, в принципе, да, это скорее больше схоже с некоторой надеждой в данном случае. Ну да ладно. Определенные утверждения истины и особый вид волевого ответа на вещи и положение дел, представленные этими предложениями. Вот по мне, это чистая глупость. Определенные, так, еще раз. А именно вера. Нитивное состояние, а именно вера, то, что определенные утверждения истины... А, ну, там дополнение, если не просто вера. То слово вера, может, понимается в значении believe. То есть он слово faith определяет через believe, мне кажется. Просто в русском языке они у нас неразличимы. И особый вид волевого ответа на вещи... Так, вера в то, что определенные вещи истины или особый вид волевого ответа на вещи и положение дел, представленных этими предположениями. Нет, это более-менее даже, кстати, ненормальное определение, я хуй знает. У Никиты, видимо, уровень интеллекта не позволяет освоить. Это сложно, да. ... и положение дел, представленные этими предложениями. Вот по мне, так это чистая глупость. Это просто набор бессмысленных слов, которые складываются в одну большую ахинею. Потому что, во-первых... Например. ...вера определяется через веру. Нет, там вера не определяется через веру. Там, скорее всего, подразумевается слово вера в другом контексте. Можно было бы заменить слово вера через убежденность, например, какая-нибудь. Да, наличие убежденности там в том-то и том-то и том-то. И ничего бы не изменилось, по сути. Это чисто стилистическая здесь проблема. Я понимаю, что Никите сложно это понять. Никите, ну, тут надо головой думать, понимаете? А сайентисты головой думать не очень любят. Привет, человек. Это очень сложная задача взять и подумать головой, когда ты сайентист. Просто в методичке-то написано по-другому с сайентической, понимаете? А у нас тут критическое мышление, блядь, как бы. А вот методичка говорит вот так вот делать. Когда мы говорим о вере, как о симуляции знания, как о том, когда человек притворяется, что он знает, хотя на самом деле он не знает. Христиане не притворяются, что они знают. Христиане буквально разделили веру и знание для того, чтобы не притворяться, что они что-то знают и что-то доказали. Ну, это к вопросу. В контексте кого чаще всего используется слово вера? Скорее всего, в контексте христиан. Христиане не притворяются. Они, ну, хорошие, грамотные, знакомые с терминологией христианин, шарят вообще, что это вообще христиане ввели данное разделение на веру и знание. То есть это каноничное деление внутри христианства на веру и знание. Вообще это дискурс, деление на веру и знание, он, ну, начинается с христианского дискурса. И Никита Образцов продолжает этот дискурс, на самом деле, ну, просто он по-своему понимает понятие веры. Все. У него свое определение. Ну, не свое, а сиентическое, из методички. Вот это вот, которое взято с помощью критического мышления и прочей хуйни подзалупной, которую выдумали Гои, чтобы наебывать Гоев, соответственно, понятное дело, да? Ну, как-то так. Понятно, что здесь есть такая теория подковы. То есть и убежденный атеист, и убежденный верующий, они оба будут действительно считать, что истину можно познать. Только они будут видеть ее принципиально по-разному. Нет. И атеисты верующие могут быть агностиками. Кстати, для религиоведа это стыдно не знать. Для философа какого-нибудь может быть и не стыдно, но для религиоведа это стыдно не знать, на мой взгляд. Хотя, ладно, я въебываюсь, не то чтобы стыдно, но, по-моему, это очень базовая вещь. То есть вы можете быть атеистом, не считая, что ваша атеистическая позиция является доказанной. То есть вы можете очень рьяно склоняться к атеизму без доказательств. Огромное количество атеистов вообще ничего не доказывает, на самом деле. Это, во-первых. А среди этих атеистов есть некоторое количество людей, которые, соответственно, не могут доказать несуществование Бога. Ну, например, Докинс. Докинс и одновременно является агностиком в вопросе о том, существует Бог или нет. И одновременно является атеистом. Потому что он уверен в том, что Бога нет, но при этом всем он не знает, как это доказать. Ну, то есть он, скорее всего, думает, что доказать это или опровергнуть невозможно. Докинс одновременно и атеист, и агностик. Подавляющее... Ну, ладно, не подавляющее. Большое количество христиан, одновременно христиане, верующие, атеисты и агностики. Потому что природу Бога познать нельзя, доказать его существование нельзя. И для христиан, ввиду того, что они верят, они знают, это не вызывает никаких проблем. Нет, Леми. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Ну, мало ли, что вы там доказать не можете. Вы, может быть, не можете доказать, что, не знаю, где-нибудь пингвины существуют. Вот лично вы, Леми, лично вы не можете доказать, что где-то существуют пингвины. Это не значит, что пингвинов не существует. Вы не можете доказать, что инопланетяне существуют. Вообще никто на Земле сейчас не может доказать, что существуют инопланетяне. Значит ли это, что не существует инопланетян? Нет, не значит. Вот и все. То, что нельзя доказать, автоматом ложным не является. Оно именно что является? Сомнительным. Совершенно другая категория. Вот. Ну да ладно, у христиан здесь как раз есть и фишечка. Вера. Вера. Вера их спасает здесь. Понимаете, в чем дело? Вера их здесь спасает. Позиция веры, она не вынуждает человека что-то знать. Понимаете, в чем дело? Она не требует знания. Когда вы находитесь в определенном состоянии вот этих вот очень больших надежд, в которых вы себя определенным образом и проявляете, соответственно, и живете так, как будто бы Иисус Христос реально был и так далее, и так далее, и так далее, да, и вы хотите, чтобы он был, и когда вы живете в таком режиме, как там, не знаю, Федор Михайлович Достоевский, который говорит, даже если Иисуса Христа не было, или если его нет, да, то надо жить все равно так, как заповедовал Христос, потому что это правильный образ жизни. Вот это вот вера, понимаете? Вот это и есть вера. Даже если Иисуса Христа нет, надо жить по-христиански. И надеяться на то, что он есть на самом деле. Тут как бы вот такое вот. И хороший, умный, образованный христианин, он осознает, что он не владеет знанием чаще всего. Хотя есть и другие умные, интересные, классные христиане, которые за позицию обратную, что они могут доказать существование Бога все-таки. Но значительное количество христианских интеллектуалов, они на стороне, скорее, христианского агностицизма. И многие за апофатическое богословие, в том числе, то, что там, пути Господни неисповедимы, атрибуты Бога неизвестны, их определить очень сложно, и так далее, так далее, так далее. ...использовать только в религиозном контексте. Обратите внимание, как он вообще, как уш на сковородке здесь крутится. Потому что... Что крутится? Где, блядь, крутится? Это ты крутишься, как уш на сковородке. Блин, а что за хуйня? Мы понимаем, что это... Что мы понимаем? Что мы понимаем? ...врушает его картину мира и его понимание веры. На самом деле, это довольно интересно. Поэтому мы должны всегда делать такие вот исключения. Говорить, нет, ну, вера в то, что ты вот сдашь экзамен завтра, да, уважаемый зритель, я в это верю. Это не имеет религиозного оттенка. Поэтому Богасян предлагает так вообще не говорить. А я надеюсь, или я убежу... Почему бы и нет? Вера, фейс, это религиозный термин. В чем проблема Богасяна здесь? В этом плане вера религиозный термин. Да, мы можем, к сожалению, слова одни и те же употреблять в разных контекстах. ...году. И вот на обложке альбома и бюро вот его шли хоронить. Я вот просто в это верю. Я принимаю это без доказательств, или тот доказательственный аппарат, которым я пользуюсь, он недостаточен. А-а-а, вот. А что значит достаточен? А как определить достаточность доказательного аппарата? Можно узнать? А из веры какой-то, опять же? Как доказать доказательство? Еще раз, да, попробуем сформулировать. Как доказать, что ваш аппарат является достаточным для доказательства чего-то? Особенно в области истины. В практике просто у нас есть определенные критерии практики, определенные критерии эффективности. С ними-то просто. То есть мы хотим, чтобы микроволновка грела еду, мы засовываем еду в микроволновку, и мы смотрим, о, еда нагрелась, круто, едим. Все, вот у нас критерий эффективности здесь использован. Здесь все понятно. А как с истиной-то работать? Мы не имеем критерия истины никакого, однозначного. Он неадекватен. Ну, например, я использую в качестве доказательства личный опыт. Это абсолютно совершенно понятно, что это не нормальная система доказывания. Система доказывания, которая не выдерживает рациональные критики. Ой, блядь, рациональная критика. А кто сказал, что рационализм доказан? А кто сказал, что рациональная критика доказана вообще? Что она имеет место и что мы должны как-то к ней оперировать? Опять Вера, да, Вера. В рамках, в основании рациональной критики, в основании рационализма и в основании логики лежит вера, получается, прикиньте. А вы знаете, ведь это же действительно так. Даже самые прожженные шизофреники логики, они будут вам рассказывать про то, что мы как бы имеем достоверные интуиции, что логика работает, например. Понимаете, в чем дело? Мы опять же придем к тому, что на самом базовом уровне логика не доказана, рационализм не доказан. И скорее всего они не могут быть доказаны в принципе. Ну что логикой доказывать логику, это будет логический цикл и логическая ошибка одновременно, получается, сбой системы. Поэтому доказать не получится. Чтобы доказать логику, нужно придумать еще одну логику. Чтобы доказать эту логику, надо придумать еще логику для ее доказательства. То есть это должны быть разные формальные системы, и так до бесконечности можно идти. Либо их зациклить, что тоже будет ошибкой своеобразной. Получается, что логические формальные системы являются принципиально недоказуемыми, и мы базируем наши доказательства на недоказанных, недоказуемых системах. Прикольно, правда? Прикольно. То есть получается, что мы верим в логику, верим в рационализм, потому что мы не можем их доказать, это очевидно. Исходя из них, мы, соответственно, начинаем уже веровать во все, что доказывается с помощью этих систем. А ведь Никита же даже не задается вопросом о том, а насколько логика реально доказывает, спасибо большое, а насколько рационализм действительно работает. У Никиты таких вопросов в голове нет, потому что у него прошивочка. У него прошивочка работает в голове, понимаете, прошивочка работает, прошивочка пашет. Опять. Прошивочка. Сиентическая. Вот в голове у него сиентическая прошивочка, там у него говорят, сиентисты ученые, какие правильные вещи, какие вещи неправильные. Его так научили в школе, в университете, и вот он в это верует, на самом деле, без каких-либо аргументов и доказательств. Понимаете, в чем дело? Ну да ладно. В комментариях. Итак, критерий номер один. Того, когда вера действительно может быть оправдана, и можно говорить о ней в каком-то позитивном ключе. Заметьте, Богосян вообще о вере не говорит в позитивном ключе. Я все-таки, так или иначе, оставляю ей, пусть небольшой, но загончик, в котором она вполне может прекрасно сосуществовать, в том числе с научным знанием и с рациональностью. Первый критерий. Для окончательного достоверного знания не хватает информации. Но эта информация может быть получена в ходе дальнейших. Но мы склонны считать, что это так, и мы готовы так или иначе двигаться по пути, открыть... Вот этот первый пункт у нас, он как раз относительно теории эволюции работает. У нас недостаточно данных для того, чтобы... Вообще никогда не будет достаточно данных для того, чтобы сказать, что теория эволюции 100% истина. Я понимаю, что современные ученые и сайентисты делают вид, что достаточно, и что это не, собственно, теория, а факт, но это их исключительно религиозные убеждения, которые они просто транслируют на публику. Вот и все. Нет, ученые вообще ничего не знают, скорее всего. Ну, то есть, получается, вера в теорию эволюции является хреновой верой, потому что люди не делают ни первого, ни второго, обычно, когда про эволюцию говорят. Печально. То есть, человек должен четко обозначить, с какой вероятностью то событие, которое он считает, что оно может произойти, или он считает, что эта гипотеза верна, с какой вероятностью. Потому что, если просто человек говорит, я в это верю, то тогда для меня он интеллектуально не в полной чести. Потому что я могу верить в барабашку, да, но я четко понимаю, что... Ты в науку веришь, бро. Ты веришь в науку, аргументов у тебя нет. Ты обычно аргументируешь просто набором шизофренических высказываний из методички сиентистов, которые уже давно опровергнуты, и лично перед тобой я их даже опровергал. И ты смотрел видосы, где они были опровергнуты. Ну, да ладно. Вот я являюсь сиентистом по своим утверждениям, и, значит, я никогда этого особо не скрывал. То есть, я верю, я убежден в том, что наука — это оптимальный способ познания мира. Ну, еще бы. Ты веришь в это. Но для полноценного знания об этом мне не хватает информации, потому что может появиться какой-то другой способ, какой-то другой метод, и тогда я просто окажусь в луже, потому что я буду неправ. Может быть, какая-то из религиозных систем окажется истиной, зороастризм окажется истинным, и все, а хора... Ну, если какая-то из систем может оказаться истиной, которая противоположна науке, противоречит ей, значит, ты не обладаешь знанием. Значит, наука не обладает знанием. Согласно твоему же определению, которое ты дал совсем недавно. Знание — это обоснованная истина. Если вдруг не наука окажется истиной, а зороастризм окажется истинным, это автоматически означает, что наука не истинна сейчас. По твоему же собственному мнению. Если ты допускаешь возможность того, что наука окажется не истиной, да, ты сейчас подтверждаешь, что наука не обладает знанием. Вот так вот, давайте так, да? Вот. Мазда мне там настучит палкой по башке, когда я умру. Я в это верю, и для того, чтобы соответствовать своим же трем критериям, я обозначаю границы веры. То есть я говорю, что вероятность того, что моя позиция верна, как очень высокая вероятность, вот я так считаю, и готов привести разумные доводы в пользу своей позиции. Это практические результаты и эмпирический опыт. То, чего достигла наука и то, чего достигла, скажем, религия, познание истины, да, познание объективной реальности. Или научный метод, который включает в себя механизм коррекции. Кстати говоря, это то, что отличает, в общем-то, веру от знания. Потому что вера не имеет внутреннего механизма изменения, коррекции. Да, охуенно. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что знание в том определении, в каком его Никита Образцов озвучил, оно как раз не имеет механизмов коррекции. Знание – обоснованная истина. Как только мы получаем знание, оно не имеет механизмов коррекции. Потому что, что это значит? Что мы достигли истины. Когда речь касается знания, это значит, что мы достигли истины. Это значит, что мы использовали для этого достаточные методы для достижения истины, ее доказательства очевидного. Ну, согласно определению, которое дал сам Никита Образцов. И у нас не может быть никаких сомнений в знании. И оно не может меняться ввиду этого. Как раз у знания нет механизмов коррекции. У веры механизма коррекции. У веры в том смысле, в каком Никита обозначил веру, есть механизмы коррекции. То есть, вот мы сейчас верим. У нас недостаточно серьезное убеждение, недостаточно доказательств в нашей позиции. И мы постепенно набавляем эти доказательства, больше аргументируем, ищем новые позиции, может быть, заменяем позиции, потому что мы в старых не очень были уверены. Вот эта система как раз меняется. Знания не меняются. Согласно тому определению, которое Никита дал. Упс. Понимаете? Понимаете, в чем проблема? Либо Никита сейчас допустил очень главную, очень фундаментальную, очень серьезную логическую ошибку. Прям очень серьезную. То есть, он нарушил закон дождества. Закон дождества нарушил. Возможно, Никита использует слово знание в двух разных смыслах. А-а-а! А-а-а! Господи! Господи! Если он использует слово знание в двух разных смыслах... А-а-а! Господи! Ой, он же нарушает сами основы рациональности тогда. Как же это плохо тогда получится? Как же это плохо? То есть, тут одно из двух. Либо Никита противоречит сам себе, что мы явственно показали, если он использует то определение знания, которое он дал в самом начале. Либо он нарушает самый первый закон логики, закон дождества. То есть, он нарушает либо первый закон логики, либо второй закон логики. Поздравляю! Хлопок! Финал! До свидания! Это к вопросу о логичной и рационалистичной, абсолютно мудрой и охуенной сиентической методической повестке, которая внутри себя является якобы непротиворечивой, классной и крутой. Но на самом деле это просто набор крайне противоречивых рассуждений, которые вписываются туда людьми, потому что эти рассуждения крутые, потому что наука крутая, ее крутую надо поддерживать самыми крутыми всякими высказываниями, понимаете? Как-то так это, видимо, собиралось. Все хорошее науке, там еще скептицизм туда насрать, критического мышления, еще какого-то говна, вот этот большой гигантский чан закидываем, кучу кала всего вот этого, восхваляющего науку. И вот получается нормальная сиентическая повесточка. Вот она, вот она шикарная. Причем это очень канонично. То есть Никита здесь не является каким-то уникумом, ну и умником каким-то он, конечно, здесь не является, потому что ничего сверх повесточки этой самой не делает, соответственно. И Никита, это хороший пример того, как человек может глубочайше обсираться по вопросам сиентизма, потому что он использует просто дурацкую сиентическую повесточку, он о ней вообще не думает, о нее не осмысляет, он не создает более-менее адекватные интерпретации этой повесточки. Как-то так. И в этом проблема почти всех сиентистов, включая Никита. Да, их рассуждения внутренне противоречивы. И в итоге все рассуждения Никиты сейчас сводятся к одной из двух логических ошибок. Либо он нарушил закон тождества, либо он противоречит сам себе. Обе ошибки являются фундаментально серьезными, фундаментально глубокими, фундаментально, в общем-то, нерациональными. Проебчик. ...прошенствуются и избавляются от недостатков, внутренне присущих любой человеческой деятельности. Ну и, например, такой довод, как научная рациональность позволяет формировать внутренне непротиворечивую картину мира. Вот, например, такой довод может... Ну у тебя же она внутренне противоречивая, как же, как же, почему она тебе не помогла тогда внутренне непротиворечивую картину мира создать и использовать. Итого, мы имеем мою веру или мое убеждение, которое я подтверждаю какими-то доказательствами, но точно я этого не знаю. Ну, просто по той причине, что точно установить это довольно сложно. И здесь, на мой взгляд, соблюдены все критерии доброкачественной веры. Большое спасибо за внимание. С вами был я, Никита Образцов.